Дефицит кадров, низкий престиж рабочих профессий, отсутствие единой концепции, многоуровневой профориентации, детский сад, школа, СПО, ВУЗ. Такие проблемы члены молодёжного парламента выделили на стратегической сессии подготовка высококвалифицированных кадров на производстве. Свои предложения по их решению юные политики разрабатывали на протяжении нескольких часов. Вообще молодёжь и молодёжный парламент, в частности, очень озабочены этой проблемой, и мы стараемся вносить те предложения, которые вместе с депутатами законодательного собрания и вместе с правительством Нижегородской области потом воплотятся в реальные проекты, которые помогут развитию кадрового потенциала нашего региона. Идей на тему, как выиграть битву за молодые умы, было много. Члены молодёжного парламента предложили возродить систему наставничества на предприятиях. По их мнению, эта практика незаслуженно забыта. Нужно восстанавливать престиж наставника, не стесняться материальные поощрения, моральные поощрения наставников. В общем, многое просто нужно восстановить из того, что было, и совершенно незаслуженно забыто. И, конечно, в новых условиях обновить те традиции наставничества, которые всегда были в нашей стране и в нашем регионе совершенно точно. Для того, чтобы соединить теорию с практикой, предложили включить промышленников в учёные советы вузов. Студентам показать внутреннюю кухню заводов, чтобы они имели чёткое представление о будущей профессии. Итоги кропотливой работы представили эксперты. Сессия, которая прошла здесь, это только начало большой работы. Очень мне понравилась глубокая проработка тем. Видно, что ребята не только здесь вот сейчас сходу набросали какие-то поверхностные идеи. Это очень глубокая работа до сессии. Это было заметно. Евгений Борисович об этом уже знал, как я понимаю. И посмотрим, посмотрим, в какие дальнейшие конкретные действия инициативы это вылиться. По итогам стратегической сессии составят итоговую резолюцию. Те решения, которые вошли в неё, члены молодёжного парламента региона проработают совместно с комитетами законодательного собрания. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.